Всем привет! Один мой знакомый привез мне вот такой пульт от автомобильной сигнализации. Наша задача его отремонтировать. Точнее говоря, сам пульт в работоспособном состоянии. Вопросы вызывает его корпус. Держится он, можно сказать, на честном слове. Видим присутствие ремонта в виде белой изоленты. Белая, белая, белая. Не синяя, не зеленая. Поэтому я считаю, что видео на этом закончим. Это неуважение. Шутка, разумеется. Удаляю изоленту с задней крышки. Да, повреждения, конечно же, катастрофические. Здесь ничего уже не поможет. Разве что залить все суперклеем и снова обмотать изолентой. Но это не наш метод, разумеется. Основу корпуса я изготовлю из древесины. В моем случае я задействую отрезок кухонной доски, которую я приобрел по случаю специально для подобного рода изделий. Породу дерева я точно сказать не могу. Судя по всему, это или дуб, или бук. Что-то очень твердое. В первую очередь фрезерую паз для расположения элемента питания. Фрезу я буду использовать диаметром 3 мм. Вообще, такой станок, как у меня, больше предпочитает фрезы диаметром 1 и менее миллиметров. Однако, при фрезе 1 мм, фрезеровка займет колоссально большое количество времени. Особенно учитывая тот факт, что глубина фрезеровки целых 12 мм. Ждать столько я не могу, не хочу, не буду. Выбрав небольшое количество, точнее небольшой объем древесины, проверяю, насколько точно соблюдаются размеры. Конечно же, это ЧПУ и точность достаточно высока. Но я лучше все-таки перестрахуюсь, для того, чтобы в последующем будущем ничего не пришлось переделывать. В то самое время, пока трудится станок в поте лица своего, я немного доработаю плату устройства. В частности, я выпаю красный светодиод, который, словно глаз того самого терминатора, индицирует о работоспособности электронной составляющей. Разумеется, в прекрасном далеком я верну этот светодиод на его прежнее место. И снова возвращаюсь к изготовлению корпуса. Станок успешно окончил работу, и мне остается только обработать дерево с помощью наждачной шкурки. Да, явно что-то при фрезеровке я не учел, поскольку имеют место видимые подгорания. Не знаю, с чем это связано, надо будет разобраться с этим вопросом подробнее. Может быть, фреза тупая или обороты неверно подобраны. В любом случае, придется с этим что-то делать. Лучшее решение, на мой взгляд, субъективное, конечно же. Аккуратно опалить поверхность дерева с помощью небольшой горелки. Таким образом, дерево приобретет черный матовый цвет. И, во-первых, полностью исчезнут неприятные черные полосы. А, во-вторых, устройство будет менее марким при активном использовании. Для того, чтобы подчеркнуть текстуру дерева, слегка прохожусь наждачной бумагой. Наждачка, между прочим, удивительная. Написано, что зернистость 1200, но даже на ощупь ощущается, что это вранье. Ориентировочно на глаз 600-800 единиц. Вообще, я так понял, что современные реалии таковы, что каких-либо стандартов, традиций больше не существует. Границ нет. Крепление печатной платы будет производиться с помощью двух винтов М2. К сожалению, на плате ни одного отверстия нет, и придется сделать их самостоятельно. В самом же корпусе сверления выполняем по месту. Всем известно, что по месту всегда точнее всего. Отверстия рассверливают до 4 мм, но уже на станке. Все дело в том, что здесь крайне важна перпендикулярность отверстий. В них будут установлены стойки с резьбой М2. При всем при этом, очень важное значение имеет высота этих самых стойок. Важно, чтобы они выступали примерно на 5,5 мм. Одинаково. Сами стойки я добыл из какого-то часового механизма. Жаль, конечно, этот самый механизм. Может быть, где-то еще пригодился. Но это единственный вариант, в котором я мог добыть необходимые мне латунные стойки. Небольшое отступление. Никогда, никогда не покупайте вот эту вот хренотень. Конченую, тупорылую. Эпоксидная смола. Сама-то смола нормальная. Дело в том, что очень неудобный шприц. Неудобен. Это просто какой-то пизде... Блядь... Короче, нет слов. Я знал, что это очень неудобно. Меня уговорила, честно вам признаться, продавщица. Чарами своими заворожила. Говорит, очень-очень удобно. На самом деле, чушь нахрен собачья. Невозможно один к одному выдавить аккуратно. Вот, допустим, мне нужно было две капли этой эпоксидной смолы. Это надо быть каким-то аптекарем, я не знаю, наркобароном, чтобы выдавить капельку-капельку. Чуть-чуть нажимаешь, летит со всех щелей, так сказать. Опять же, выдавить равномерно, чтобы одинаковая порция была примерно от вредителя. И самой эпоксидной смолы также крайне проблематично. В общем, очень удобная хреноте. Никогда не берите в шприце. Никогда. С помощью эпоксидного клея закрепляю и так называемую лицевую панель. Ее я выгравировал и вырезал из алюминия. На этой алюминиевой панели присутствуют надписи и символы. Это придает оригинальности и обеспечивает устройству законченный и гармоничный вид. Завершенный внешний вид придает и небольшая петелька, которую я устанавливаю в торцевой стенке корпуса. Сверлю под нее отверстие диаметром 3 мм. И закрепляю ее с помощью эпоксидного клея. Сама заготовка добыта от прижима для стального литого троса. Сразу же сверлю отверстие, в котором будет установлен светодиод. Конечно же, светодиод выполняет не только декоративную, но и практическую функцию. Поэтому его установка, я считаю, обязательно. Последнее мероприятие сводится к полировке верхней лицевой панели и закреплению декоративного элемента в виде автомобильного колеса. Для того, чтобы крепление было максимально надежным, в посадочной площадке на ее краях под определенным углом выполняю нечто вроде кернения. Делаю это ЧПУшной фрезой. Как-нибудь по свободе нужно будет обязательно сделать небольшое зубильце. Ну, а пока работаю тем, что есть под рукой. Кнопки, а точнее толкатели для кнопок, я изготовлю из алюминия. Для экономии, то есть для того, чтобы не тратить больший по диаметру кругляк, применю алюминиевые заклепки. Когда-то в свое время удачно приобрел целых килограмма два, наверное, на местной барахолке. Обработку заготовок я выполнил не на токарном станке, а, так сказать, вручную. Решил вспомнить далекие времена, когда из инструмента у меня была только дрель и пассатижи. Да, и выкручивался же как-то. Да, было время, было. Правда, стоит отметить, что не очень приятно работать с таким материалом. Это не металл, а пластилин. Даже не смотрел, что это алюминий. Но ничего, для нашего случая пойдет. Каких-либо нагрузок не будет. И можно было изготовить эти толкатели, вплоть даже из и древесины. Предварительно, припаяв к светодиоду два проводника и припаяв последний платьев устройства, устанавливаю элемент световой индикации в соответствующее отверстие. Светоизлучающий, я бы даже сказал огнедышащий красным пламенем полупроводник фиксируется достаточно плотно и какого-либо дополнительного крепления не требует. Закрываться все будет алюминиевой крышечкой, которая будет крепиться с помощью винтов. Сами же винты будут вкручиваться в латунные стойки, которые я устанавливаю в деревянную основу корпуса. Традиционно, закладные ставлю на эпоксидную смолу. По сути остались последние штрихи, штрешочки. В первую очередь, для защиты древесины и приданию ей более презентабельного вида, покрываю ее тонким слоем масла. Использую самое обыкновенное растительное, а именно подсолнечное маслечко. Надписи затемняю черной краской, для того, чтобы сделать их более выразительными, более читаемыми. Делается это просто. Краской заполняю ранее фрезерованный текст, а излишки удаляю зубочисткой, ватой и, соответственно, бензином. Устройство будет работать в тесном взаимодействии с ключами. Устройство будет работать в тесном взаимодействии, если можно так выразиться, с ключами. Именно поэтому считаю необходимым оснастить его цепочкой с брелочным кольцом. Цепь выбрал максимально надежную, какую это возможно. Так называемую шариковую. Порвать ее практически нереально. А если владельцу такая цепь покажется грубоватой, он сможет заменить ее на что-нибудь другое. Наш брелок полностью готов и можно им активно пользоваться. Получилось весьма неплохо. Отлично, я бы даже сказал. Конечно, есть некоторые моменты, которые сейчас бы я бы сделал как-нибудь иначе. Но заранее предусмотреть абсолютно все детали не представляется возможным. Что бы добавили, будет интересно. Обязательно напишите свое мнение, что бы вы изменили, что бы вы добавили. Интересно будет сравнить наши с вами предпочтения дизайнерские. Ну, а я жму руку каждому. Конечно же желаю мира в нашей стране и не только нашей, кстати. До новых встреч. Жму руку. Пока. Всем привет, друзья. Первый пакет помощи от нашего канала для приюта котов и собак. Причем для котов и собак не простых, а имеющих проблемы со здоровьем. Достаточно серьезные проблемы. В качестве бонуса ошейник с жетоном. Жетона 2, ошейник, к сожалению, 1. Наличий у меня больше нету, к сожалению. Остальные раскуплены благополучно. Точнее, распроданы. Казалось бы, для чего жетон для собаки, которая находится в приюте. Все дело в том, что этих собак выгуливают. И готов поспорить, что бывают случаи, когда они убегают. По своей воле, не по своей, это уже не суть важно. Хуже не будет. Да и просто для стиля, правда. Если у собаки нету постоянного дома, это же не значит, что она не заслужила жетон, как собаки, которые в тепле и накормлены. Постоянно. Степан, то вся его велика команда. Дуже дякую за паштетики. Кроме, подяка за медальончики и ошейник для наших собачок. У нас тут котиків много. Їсти є кому. Дуже великое дякую за паштетики. Для наших котуських. Так? Чернишка. Чернишка.